С Леной Новиковой мы встретились в начале в литературном клубе на Полевой. И я не сразу обратил внимание, выделил вот эту поэтессу, хотя с самого начала подсознание как-то отметило следующие моменты. Во-первых, очень многие поэты, в том числе и я сам, читают по бумажке. Ну, память не очень, видимо, хорошая, боишься забыть какое-то слово и так далее. Но Лена всегда читает на память. А это для меня, как для поэта, говорит вот о чем. Я бывал во многих поэтических клубах, сообществах и так далее. И есть какой-то общий уровень. А иногда вдруг выделяешь одного человека и говоришь себе, что вот мы все что-то умеем писать. Хуже, лучше и так далее. Но вот этот человек, он поэт по конструкции, по внутреннему устройству. Почему? Потому что, кем бы он ни работал, программистом или, так сказать, я не знаю, кем еще, он постоянно думает, видимо, о каких-то темах, которые потом становятся стихами. Поэтому он живет в стихе. История написания, кажется, стихотворения, она отличается одно от другого. Нет вот какого-то рецепта определенного. Вот иногда утром проснулась, и какие-то две фразы раз, и застряли в голове. И уже в течение дня так хочешь, когда есть возможность, мурлычешь, мурлычешь. Иногда что-то получится. Иногда напишешь, не понравится, выбросишь. Ее стихи намного, мне показались, гораздо более серьезные, более лиричные и более, я бы сказал, профессионально сделанные. Иногда вот после впечатления какого-то сильного, после какой-то встречи, остается какой-то эмоциональный такой вот оттенок, и его надо как-то пережить, его что-то воплотить. Я отобрал четыре стихотворения, которые мне показались наиболее значимыми, наиболее лиричными, наиболее красиво сделанными. Одно из этих стихотворений называется «Сон», где поэтесса отождествляет себя во сне с деревом. И, на мой взгляд, плакучая ива – это один из наиболее подходящих образов девушки-женщины в образе дерева, потому что это чисто женский именно образ. Вот эти длинные ее косы, которые свешиваются, так сказать, к воде, как правило. Поэтому, значит, я не думаю, что именно вот сорт дерева ива каким-то образом случайно в эту песню вклинился. И деревья, и люди – это живые такие сущности, которые даже похожи, которые нуждаются в друг друге. И мы стремимся к общению, мы общаемся. И у каждого человека, видимо, есть свое какое-то любимое дерево. У меня вообще на эту тему очень много историй интересных. Не приснила, что стала яблокучей ива, И историю шептала от ветра и грива, А могучие корни от земли брали силу, Чтобы лад человеком навсегда позабыла. А могучие корни от земли брали силу, Что бы лад человеком навсегда позабыла. Уж стремилась верхушкой к самому небосводу, И хватало, однако, Не в движениях свободы, Но награду за это, Чтоб вовек не роптала, На земле очень прочно, Я отныне стояла, Но награду за это, Чтоб вовек не роптала, На земле очень прочно, Я отныне стояла. Весь заводные птицы Над армазой укружили, Приносили мне вести, Свои гнёздышки вили, Я в таком окружении Не была одинока, Ночи звёзды светили, Ясно в небе высоко, Я в таком окружении Не была одинока, Ночи звёзды светили, Ясно в небе высоко, Вальс, вообще говоря, Это очень близкий, Распространённый, Вообще говорят, К поэтам и композиторам ритм, Потому что в нём Бьётся человечка сердце, В первую очередь. Но это, в общем-то, Довольно банальная, Так сказать, в общем, истина. А вальсы бывают очень разные. Вот, например, Один из совершенно шикарных вальсов Это меланхолический вальс. В этом жанре работали И Чайковский, И Доргомышский, Шопен, так сказать, У него прекрасные совершенно вальсы. И вот у этих трёх перечисленных Вновь композиторов Как раз есть немало грустных вальсов. Стихотворение «Вальсы кружатся облака» Я написала, Когда смотрела в окно, И была чудесная картина. Я вообще очень люблю наблюдать за облаками. Они иногда принимают Очень причудливую форму, А иногда какой-то ритм даже в них слышится. И вот так вот получилось Это стихотворение. Иногда бывает грустная мелодия, Иногда весёлая. Песня «Вальсы кружатся облака» Я вместе с ними танцуя грасть. Все с реальностью так таврка, Что однажды я не вернусь. Солнце вновь озарит восток, Заслорившись рукой посмотрю, Пламенеет в руке цветок, Цветом он похож на зарю. Солнце вновь озарит восток, Заслорившись рукой посмотрю, Пламенеет в руке цветок, Цветом он похож на зарю. Очень просто смеется и плыть, Отдаваясь случайным волнам, Как в двери, в честь сердца мосты, Долмираясь по джим-то сыграм. Но важней, чтоб под днём там лет Не сверпила в душе вина. На себе лишь один ответ, Да и смерть всего лишь одна. Но важней, чтоб под днём там лет, Не сверпила в душе вина. На себе лишь один ответ, Да и смерть всего лишь одна. Иногда ко мне мои родственники Обращаются с просьбой написать кому-то стихотворение К юбилею, ко дню рождения, К серебряной свадьбе. По заказу писать очень сложно. Но если человека любишь, То нетрудно настроиться, И можно написать. Гораздо лучше получается, Если это получается спонтанно, Веление души. Вот просто захотелось, И напишешь. Вот. И очень приятно, Допустим, моим родственникам Получать такие подарки. Они всегда очень тронуты. Это бывает как-то кстати. Что касается стихотворения Не грусти, То меня в нём сразу же, Когда я просто взглянул, Я, как правило, текст оцениваю сначала целиком, Потом только начинаю детали рассматривать. Так у меня взгляд сфокусировался Сразу же на двух последних строках. И на мой взгляд, Эти строки просто гениальны. То есть вот, Я таких строк давно уже, значит, не видел. Души очарованный свет, Медовой росой упадёт. Стихотворение Не грусти, Но написалось в день рождения моей подружки, Моей одноклассницы. Я хотела её поздравить, И как-то так необычно. Думаю, сколько можно просто звонить, Сухие звонки. Думаю, напишу-ка я ей стихотворение, Ей будет приятно. И вот, Зная то, что у неё довольно непростая судьба, Личная, Не сложилась, Я всё-таки решила как-то ей вот такую вот Добрую весточку послать, И немножко её поддержать. И она была очень довольна, Тронута. И понравилась. Не стоит сегодня грустить, И тени из прошлого звать, Судьбы пути вон уюний, Не сможет ничто оборвать. Распустится розы раз в себе, И рыжее солнце взойдёт, Души очарованы в себе, Недовой раз он не пойдёт. Распустится розы раз в себе, И рыжее солнце взойдёт, Души очарованы в себе, Недовой раз он пойдёт. В весенние грозы придут, Обрушатся тёплым рождём, И снова сады зацветут, Душам запоёт соловьё. Распустится роза на север, И рыжее солнце взойдёт, Души очарованы в север, И новый газон упадёт. Распустится роза на север, И рыжее солнце взойдёт, Души очарованы в север, И новый газон упадёт. Земля была прекрасна, я помню, да. Не все стихи я помню, когда и как были написаны, но как ни странно, я помню. Я тогда читала книгу Вивикананда, Вивикананда с вами, это индийский философ. Очень гуманные у него идеи, очень красивые, высокие, и читала с удовольствием, хотя она, как говорится, на любителя, не каждый сможет это читать. И вот когда читаешь такие книги, то потом какое-то время ходишь под впечатлением, и хочется стать немножко лучше. Я считаю, это очень хорошо, когда искусство такое воздействие имеет на человека. И вот в этом настроении я ходила и как-то вот написалась это стихотворение. Что касается каких-то отдельных моментов этого стихотворения, например, ассоциации красоты с тем, что земля была бела. Может быть, жителю Африки действительно будет странным такой образ, но ведь мы сибиряки, и поэтому мы ценим в том числе и чистоту и невинность земли, укрытой свежим снегом. Сынами деревьев плавно солнце поднимала, Какой-то бургумана, словно тайною веков, И надеждою, как песней, в мое сердце заполнялась, И сияние пронзала толщу белых облаков, И надеждою, как песней, в мое сердце заполнялась, И сияние пронзала толщу белых облаков, И с гнели и пропали, и немалетные эпохи, И казалось, происходит это будто мы во сне, И смятеньем объяты мы стояли у дороги, И душа самой вселенной трикоснула в рукаве, И смятеньем объяты мы стояли у дороги, И душа самой вселенной трикоснула в рукаве, И неожиданно и странно, так как и не приближаясь, И в страх, и в сомненья, я не оглядываясь шла, И дрожали струны сердца, сегментом отражаясь, А вот земля была прекрасна, а вот земля была вела, И дрожали струны сердца, сегментом отражаясь, А вот земля была прекрасна, а вот земля была вела, Сегодня в студии на Полевой мы записали четыре песни Елены Новиковой. Субтитры создавал DimaTorzok